Добрый вечер! У нас сегодня встреча на Эльбе. Практически этой самой Эльбой выступает радиостанция Финам-ФМ. На всякий случай напомню телефон нашей с вами любимой радиостанции 6510996. Звонки уже есть, но тем не менее первая получасовка совершенно точно будет посвящена моим чисто обывательским вопросам. Мне, как человеку, живущему в нашей стране, чрезвычайно интересно, сколько раз мы продали автоваз, кому и кто на данный момент является его владельцем. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, у нас в студии Игорь Буренков. Да, добрый вечер. Директор по внешним связям Волжского дважды автомобильного завода. И поскольку, скорее всего, масса финансовых подробностей прозвучит в эфире, а я, как обыватель, позволяю себе знать далеко не все в этой терминологии. И хотя уши у меня закрыты наушниками, но тем не менее лапша на них вешается великолепно даже поверх гарнитуры. Конечно, переводчик из финансового на русский в студии Вячеслав Ройнберг. Здравствуйте. Владелец компании Ройнберг и партнеры. Компания консалтинговая, она дает, как правило, ответы на вопросы, но в данном случае она будет способствовать моему пониманию того, чего я не понимаю. Игорь Буренков. Да. Директор по внешним связям. Я просто сразу скажу, на самом деле надо понимать другое, что я хоть и внешних связей, да, так сказать, ну, как бы вроде бы всех, но не настолько финансовых. Поэтому мои знания в этом смысле не настолько обширны, наверное, как у Славы, но тем не менее, что знаю про АвтоВАЗ, расскажу. Но если что, он подскажет. Я надеюсь. Может быть, он знает больше меня, всякое бывает. Сомневаюсь, но уточним. Сейчас уточним. Мы собрались пообщаться на троих, поэтому на Эльбе на троих. И вопрос первый. Сколько раз мы АвтоВАЗ продали и кому? Потому что я следил два момента. Рено в восьмом году и в конце года создание СП мне показалось, что оно тоже увело у меня из рук мое национальное достояние. Ну, на самом деле, акционерное открытое общество АвтоВАЗ, оно же уже давно является открытым акциональным обществом. И достояние-то, Сережа, было, так сказать, переведено в акции в начале 90-х годов. Поэтому здесь уж, что было, то было, да? А вот кто купил и как? Значит, тоже тут, наверное, история может быть бесконечно давняя. Можно разные фамилии вспоминать. Алиса, ты меня не путаешь. Хорошие и не очень, безусловно. Но давайте ограничить все-таки более-менее, так сказать, близким к нам знанием. И тем более, совершенно справедливо ты сказал, что все-таки речь идет о Рено. Да, Рено стали акционерами. Вот, купили 25% акций. И, в общем-то, ну, сделали это совершенно осознанно. Потому что у Карлоса Гонова, у президента Рено Ниссан, была такая давняя мечта стать третьим производителем мировым. И для того, чтобы таким производителем стать, в общем, нужны объемы. Ну, объемы, производимые автомобили на Воршском автомобильном заводе, их достаточно много. Но все-таки дважды автомобильные, конечно. И тем более, да, безусловно. И плюс ко всему прочему, помимо этого желания, естественно, есть желание и производить автомобили, их продавать. В большом количестве желательно. А в Китае побольше? Ну, они и в Китае, между прочим, производство тоже имеют. Рено вообще большая интернациональная компания, кстати, как и Ниссан. И недаром они объединились. Но рынок России в этом смысле тоже представляет хороший кусок. Потому что, так по самым скромным посчетам, у нас четыре раза меньше автомобилей, чем в Европе, на душу населения приходится. И поэтому здесь есть куда расти. Другое дело, что, может быть, когда мы в Москве с вами едем или в Питере, кажется, что расти уже некуда. Но наша Москва, так сказать, и Питер, это не совсем вся Россия. Россия гораздо больше изотелье. Поэтому автомобили «Лада» очень популярны именно, может быть, больше в регионах. Собственно, недавно это журнал «Ролёк» подчеркнул. Да, нам подарив, или так, вручив приз, значит, лучший автомобиль для регионов, получил это «Лада Гранта». Ну и вообще мы делаем реальные машины для реальной жизни. В натуре надо добавлять. Ну, можно и в натуре. Потому что какая страна, такая, так сказать, автомобильная промышленность. Кстати, не так уж плохо она у нас развивается. Потому что, по сути своей, мы имеем очень хорошее положение, наши покупатели, во всяком случае, потенциальные. Потому что все инобренды здесь представлены, теперь они стали российским производителем. Поэтому конкуренция у нас очень хорошая. Вернёмся к восьмому году. Да, ну вернёмся к восьмому году. Купили, купили, действительно купили за один миллиард долларов. Хорошая, в общем, цена. А далее, естественно, восьмой год, как вы все помните, достаточно закончился кризисом. И, в общем, ситуация стала... У нас в стране кризиса не было. Ну, не знаю. Путин мне лично рассказывал по телевизору, что кризиса нет. Сложный вопрос. Кто кому что рассказывал. Факт остаётся фактом. Значит, промышленность у нас слегка пострадала. А, например, продажи автомобилей сократились четыре раза. Это было. Кризиса не было, это было. Называть это кризисом или чем-то другим, как угодно можно. Но факт остаётся фактом. Естественно, в этой ситуации все пострадали. Пострадала АвтоВАЗ. Пропорционально своим объёмам выпуска. Притом всё равно мы оставались самыми большими производителями и продавцами. Но так же, как и все, потеряли. Потому что, в общем, ситуация была очень плохой. Естественно, она плохая ситуация была и для французов, и для нас, и для других владельцев. Надо заметить сразу, что АвтоВАЗ, он имитент. Мы являемся только выпускателями акций. А нами владеют акционеры. И вот акционеры тоже очень расстраивались. Была сделана успешная попытка АвтоВАЗ реанимировать. Появилась антикризисная программа, созданная новым президентом АвтоВАЗа Игорем Комаровым, который как раз в 2009 году приступил к своим обязанностям. Он был автором этой программы. Ему надо отдать должное. Помог еще один президент, который дал ему неплохой кредит 75 миллиардов рублей. Тогда он был премьер-министром. Но премьер, он всегда пониже рангом, чем президент. Поэтому премьер-президенту 75 миллиардов аккуратно припоминал. Да, ну, возможно. Так и прогиб защиты. Но тут важно отметить следующее, что никакой уникальности здесь не было. Потому что в кризис или в тот момент, в период экономический, как угодно, мы уже обсуждали, как его называть, все вообще-то страны разумные помогали своему автопрому. А это наш был автопром? Это сделали и американцы, помогли своему и немцы, и французы. Никто не отстал. Ну и мы помогли. А я не вижу причин, почему этого не делается. Потому что ведь что такое автопром? Это, в принципе, основа промышленности. Там все отрасли экономики сплетены. И если у вас в стране есть автопром, какой бы он ни был, вот я знаю, Сереж, твоё отношение к нашему автопрому, так вот это значит, что у вас есть какая-никакая, но всё-таки промышленность. Конечно, хотел, чтобы она была лучше, но на зеркало не чепнятику или рожа крива, как известно. Тем не менее, значит, ситуация была действительно такая, была помощь. Причём помощь была оказана сначала даже не столько АвтоВАЗу, сколько его поставщикам, которых 800 по всей стране. И, как я уже сказал, они находятся в разных отраслях экономики. Так вот, первый транш 25 миллиардов, он на АвтоВАЗ вообще-то даже почти не дошёл. Он так был расписан по долгам поставщикам, по процентам банкам, ну и так далее. А дальше, дальше, вот появилась антикризисная программа, а итогом этой программы появился план развития АвтоВАЗа до 2020 года. И только когда он появился и был согласован и утверждён акционерами, и представлен правительству Российской Федерации, вот после этого последовали другие. Другие действительно, действительно деньги, которые разными траншами стали поступать на АвтоВАЗ. Пробрались на АвтоВАЗ. Да, пробрались, и более того, хочу заметить сразу, что эти деньги не просто пробрались, так бы там куда-то делись, растворились, ничего подобного. Во-первых, они все оформлены как вещи возвращаемые. Часть денег мы уже возвращаемые вернули. Часть денег реструктурированы до 1932 года. Вот, тоже, в общем, разумно, потому что ничего не имею против китайцев, которых мы уже сегодня упоминали. Но есть такой расхожий анекдот, что вот они картошечку посадили, нас сегодня выкопали, потому что есть захотели. Ну, в общем, иногда бывают такие попытки по возвращению денег, которые были даны. Здесь, в данном случае, разумность восторжествовала. Естественно, понятно, что развиваться можно и нужно, но только надо тоже отдавать долги своевременно и в срок. Поэтому мы, в общем, в своей институционной деятельности... Прости, перебью, очень напоминаю ситуацию с ленд-лизом. Мы американцам по сию пору не все отдали и занимаемся реструктуризацией. К столетию войны мы собираемся и погасить 20%. Неплохо, но если таковы условия, по которым все это выдавалось, наверное, разумно, что до сих пор не надо торопиться. Ну, там война, здесь война, конечно. Да, кто там считает. Здесь все, конечно, более, по-моему, перспективе, которая довольно поддается, вообще, по крайней мере, как мне представляется, некому видению. Но факт создается фактом. На сегодняшний день «АвтоВАЗ» является прибыльным предприятием. Мы сводим сами к концу с концами. Более того, работающий «АвтоВАЗ» гораздо более выгоден, чем неработающий. И мы ежегодно только в бюджеты разных уровней переносим порядка 14 миллиардов просто наших налогов. Поэтому это дело хорошее. Вопрос, погоди. Да, но сейчас возвращаемся к вопросу, почему же, да, так сказать... И чей завод после 2008 года? Да. Ну, одной из задач нового менеджмента «АвтоВАЗа» было и то, чтобы «АвтоВАЗ» стал инвестиционно привлекательным. То есть обязательно сохранить эту преемственность и традицию. Потому что ясно, на сегодняшний день быть просто национальным производителем, пусть очень большим, надувать там щеки и кричать, что мы всех тут победим и закидаем, это как-то уже бессмысленно, а главное, глупо совершенно. Если кто-то не понимает или не знает, или пытается как-то закрывать глаза, ну, абсолютно реальность. Если мы увидим, что все мировые автомобильные концерны это уже давным-давно, скажем так, ну, совместные предприятия, потому что нету ни одного, собственно, производителя большого, который был бы единственен и вообще национален по своей сути. Но это называется космополитизмом, да. Но это называется просто реальность, которая нас окружает. И все-таки «АвтоВАЗ» чей с 2008 года? В каких долях? Очень просто. Значит, 25% приобрели французы, значит, было владение 25-процентным пакетом, значит, у «АвтоВАЗа» в качестве, значит, государственной корпорации «Росттехнологии». Вот. И еще была «Тройка диалог», она и сейчас есть, да. Ее тоже был пакет, там, примерно такой же. Там небольшие разночения были по проценту, это не суть важна. Ну, а 25% является на свободном рынке, они, значит, у миноритарных акционеров, которые находятся. Вот, кстати, акционер, да. Поздравляю. То есть, владелец заводов, газет пароходов, Вячеслав Ройнберг. Да. И вот дальше, значит, как я говорю, одной из задач было сделать инвестиционную привлекательность завода. И, в общем, французы подтвердили желание это делать. Особенно важно, что подтвердили также японцы. И, в конце концов, значит, было ими принято решение, что они хотят свою долю общую довести до контрольной, до 50 плюс 1 акция, что они, собственно, и сделали. Сначала был такой протокол намерения, теперь процесс запущен, он идет. И, соответственно, на сегодняшний момент ситуация выглядит так, что сделка еще в процессе, она идет, потому что это много этапов, это очень сложный процесс. Несколько лет. Почему должны прийти в итоге? А, в конце концов, получится так, что 50 плюс 1 акция будет, значит, у Рено и Ниссана. 25% останется у Газкорпорации Ростехнологии. Значит, тройка будет, значит, скорее всего, своим пакетом попрощается. Ну, видимо, так оно и будет, если они там... Вот. И дальше, соответственно, это будет вот такое предприятие. Перерыв на новости, продолжим. В студии нашей любимой радиостанции на троих собрались пообщаться по поводу судьбы отечественного автопрома и, в частности, АвтоВАЗа. Ну, кроме меня, которого вы знаете, даже по голосу идентифицируете. Еще один голос принадлежит Игорю Буренкову, директору АвтоВАЗа по внешним связям. Еще один голос принадлежит пока не очень слышимый Вячеславу Ройнбергу, владельцу консалтинговой фирмы-компании Ройнберг и партнеры. Так вот, мы закончили перед рекламой и новостями о том, как ходят проценты и кому принадлежит завод. 25% ушло к Рено, все остальное это пока еще принадлежит так или иначе русским людям. Ну, нет, уже на самом деле процесс запущен. Процесс продажи запущен. Значит, пакеты тройки, как я уже сказал. И, в конце концов, Рено и Ниссан станут владельцами 50% акций плюс 1. Через какое-то время. Через какое-то время. Через несколько лет, но это не сегодня. Нет, это не сегодня произойдет, потому что там очень большие длительные процедуры. 25% остаются в обращении на рынке, да, они существуют у миноритариев. И 25% плюс 1 акция останется у Госкорпорации Ростехнологии, поскольку блокирующий пакет Государь и ОК тут должны присутствовать. А те, которые... Ну, это же наше. Ну, конечно, это наше. Получается, 50% плюс 1 это наше, и 50% это Рено и Ниссан. Да, паритет. Вот те 25, которые бродят в свободном обращении, они дивиденды какие-то приносят кому-то? Ну, в настоящий момент дивиденды не выплачиваются, потому что предприятие не в самом лучшем положении находится. И таким образом принято решение, пока этого не делать, те деньги, которые получаются, они идут на развитие предприятия. А премии сотрудникам и 22 миллиона, которые пошли в конце года начальникам? Совершенно верно. Значит, тоже надо заметить, что начальники, как сотрудники, тоже люди. Значит, у нас три раза уже повышалась заработная плата нашим работникам. Кстати, какая она сейчас средняя? Средняя 25 тысяч. Это по предприятию или у работников? Нет, по предприятию. А вот у рабочего класса, интересно. Ну, вот у рабочего класса. У пролетариата? Да, по 25 тысяч. Вообще, это средняя зарплата по России. На самом деле, не самая плохая, не самая хорошая. Это такова реальность. Все-таки 25 тысяч средняя, это вместе с директором средняя? Вместе с комаровым? Или все-таки вот рабочий класс? Я вам скажу следующее. Конечно, если вы хотите меня спросить, получает ли 25 тысяч директор производства, я вам скажу, что нет, не получает. Он получает другие деньги. Но я не вижу в этом никакого, скажем, криминала. Мы пока не об этом. А я просто за суммой. В данном случае, я вам скажу, что рабочий в среднем у нас на заводе, именно рабочий, получает 25 тысяч. Причем это надо понимать как реальность. Потому что, еще раз повторю, когда был кризис, зарплата была сокращена. И, соответственно говоря, практически в половину. Потом постепенно стали возвращаться к докризисной ситуации. Это делалось практически каждый год по решениям акционеров. И вот совсем недавно опять такое решение было принято. На 8% была зарплата повышена. Понятно, что всем хочется больше и лучше. Это нормально. Но вообще-то надо быть еще и ретабельным предприятием, производить правильную продукцию, которую покупают. И на сегодняшний день, надо сказать, тут есть большой прогресс, потому что у нас, наконец, достигнут паритет между производимой продукцией и продаваемой. То есть, иными словами, все, что мы производим, мы, в общем, продаем. Это хороший результат. Тот кредит, который вы получали, вы сказали, что он ушел в раздачу долгов. Нет, не весь кредит. Я сказал, первые 25 миллиардов, которые были выданы в 2009 году, в начале 2009 года. А была задолженность перед сотрудниками или перед бюджетом? Нет, там, считается, было проще. Дело в том, что когда у вас предприятие находится в простое, а там такие вещи происходили тогда, вот, соответственным образом, получалось так, что если это по имени администрации происходит, то вы две трети зарплаты своим работникам обязаны платить по нашему кодексу. Что и делалось, если работы не было. Вот. А мне... Задолженность-то была перед работниками и налогами? Ну, была, скорее говоря, перед работниками не была на тот период. Вот. А, ну, соответственно, что касается задолженности перед банками, она была. Вот. И, естественно, одним из проблем... Значит, было три основных темы антикризисной программы. Первое. Это оптимизация численности персонала, потому что количество работников сильно превышало необходимость производства на тот период. Вот. Следующий. Это вопрос был социальные объекты, скажем так, социальные активы, которые были на предприятии. Ну, что это имеется в виду? До недавнего времени, несмотря на то, что это было открыто акционерное общество большое, можно было перенуть скамейку в парке города Тольятти, видите, интернет номер автоваза, что совершенно ненормально, потому что вся социалка была запихана внутрь предприятия, и, собственно, никто особенно не занимался избавлением от этой собственности. А, кстати, земельный участок, на котором находится завод, он чей? На сегодняшний момент, это тоже была одна из проблем, на сегодняшний момент он является, наконец, собственностью предприятия, был завершен этот совершенно длительный процесс, и, в общем, эта земля теперь, наконец, автовазу принадлежит, хотя раньше так не было. В общем, ну вот вам скажу. И третий пункт, это был реструктуризация долга как раз завода, который, в общем, было невозможно выплачивать, даже предприятие, если бы оно работало нормально, любому вообще, потому что проценты были такие, которые были несовместимы с нормальной жизнью. Вот реструктуризация была произведена, потому что, как вы знаете, как финансирует, что банкам всегда выгоднее не труп иметь, а людей, которые способны деньги платить. И вот поэтому, нет, подождите, вот именно поэтому наши основные кредиторы, это, значит, и ВТБ, и, соответственно, Вербанк России, они с нами согласились и долги нам реструктурировали. Более того, получилось не только хорошо для них, но и для нас, потому что, в принципе, они теоретически готовы финансировать нашу инвестиционную программу. Но пока мы этой ситуацией не пользуемся, и на эту инвестиционную программу нам пока хватает собственных денег предприятия, которые у нас есть, в связи с тем, что мы, как я уже выше говорил, прибыльные, да, но в то же время у нас существует еще и помощь наших акционеров, потому что тот же концерн, точнее так, Альянс Рено-Ниссан, он тоже вкладывается в модернизацию нашего общего предприятия, АвтоВАЗа. Кстати, сколько? Ну, достаточно прилично. Вот можно посмотреть то, что в открытых источниках есть на самом деле. Вот нам, допустим, линия Б0, значит, мы такое называем, значит, первая линия главного конвейера АвтоВАЗа, она была остановлена и, соответственно, переделана практически заново. Вот теперь, значит, это линия, которая выпускается автомобиль на платформе Альянса, значит, мы там выпускаем автомобиль Аргус. Мощность этой линии одной всего лишь на АвтоВАЗе, их всего у нас на сегодняшний день пять. Значит, 350 тысяч в год мы способны производить. Ну, это примерно так, как несколько заводов, которые на территории нашей России построены теперь другими, скажем так, инобрендами. Вот, только одна линия. И вот на ней планируется производить автомобили под тремя брендами. Значит, Лада, Рено и Ниссан. Ниссан мы уже начали в конце года производить. Интересно, сколько денег? Нет, производить в конце года, просто, конечно, такие вещи. Половину завода продали иностранцам, я как гражданин России, а правительство владелец. То есть я владелец тоже этого завода. В той части, в которой государство, 1,120 какая-то миллионная, да? Мне интересно, сколько иностранцы, купив завод, принесли туда денег? Ну, порядка 400 миллионов они заплатили за модернизацию только одной линии вот этой. Плюс ко всему прочему... Нет, почему рублей? Ну да, спрашиваю просто. Вот, евро. Плюс ко всему прочему, я хочу вам заметить, что речь ведь вот о чем идет. Значит, нужно также понимать, что идет еще и техническая помощь. Техническая помощь, она тоже оценивается, в общем-то, в деньгах. Но, в силу того, что у нас альянс, причем, если вы понимаете, да, альянс не просто так, и говорят, что мы члены альянса не совсем справедливы и верны. Когда вы владеете перекрестно акциями, вот тогда это у вас альянс. А мы на сегодняшний день не являемся партнерами альянса. Хотя, так сказать, несмотря на это, значит, Игорь Анатольевич Комаров добился результат очень хорошего. Мы можем пользоваться на правах, как бы, как члены альянса всеми техническими библиотеками, которые есть у наших партнеров. Это очень серьезное достижение для нас. И, тем не менее, все равно деньги, которые так или иначе тратятся партнерами нашими, они довольно существенны. Поэтому это обоюдные, так сказать, интересы и обоюдные затраты. Но, еще раз повторю, общая программа инвестиционная наша, вот, допустим, на наш план до 2020 года, да, это 180 миллиардов рублей. Можете себе представить, это довольно серьезная история. И, так сказать, мы, в общем-то, от нее не отказываемся, так же, как и наши партнеры. Поэтому говорить о том, что... И, кстати, эти деньги все, в общем, будут тратиться, естественно, и российскими акционерами вкладываться, и иностранцами, потому что развивать предприятие они хотят. И для них эта площадка является основной в России. Поэтому они туда свои, так сказать, инвестиции тоже вкладывают. Поскольку производится, как я уже сказал вам, будет там продукция по тремя брендами. Под брендом «Лада», «Ниссан» и, соответственно, «Резвен». Все-таки ползавода принадлежит не нам, ну, чуть меньше, чем ползавода в результате процесса. Завод должен наполнять бюджет российский. То есть наши российские карманы, наших людей, граждан, фактически. И он должен наполнять наших... Он наполняет, он наполняет, он платит налоги, как я вам сказал, ну, как любой предприятий. Не-не, как владелец Ростехнологии, акции тоже должен получать какие-то дивиденды. Вот я вам объясняю, что на сегодняшний день дивиденды не выплачиваются, потому что все деньги, такое решение принял Совет директоров предприятия, идут на инвестиционные программы. Когда ситуация поменяется, Совет директоров принят другое решение, будут выплачиваться дивиденды. Но пока не выплачиваются. Это понятно. А деньги, которые выделил банк, которые пошли на погашение долгов, там они пошли долгов другим предприятиям. Внутри предприятия зарплаты, налоги, они куда-то пошли? Или только долги? Я же вам объяснил, что часть денег, которые нам пришли... Да, 25% ушли... Не 20%, а 25 миллиардов первые. Они были растрачены на долги предприятия по поставщикам, которым мы должны были рассчитаться, чтобы они не остались. Значит, другие деньги были истрачены из этих же 25 на долги, которые необходимо было срочно погасить перед банками. И небольшая часть осталась у нас, которые на текучую хозяйство есть. На деньги, на зарплату, на все остальное, что там нужно и необходимо. Но все деньги, которые необходимы были выплачиваться нашим рабочим, они выплачивались. Иными словами, если бы этого не было, вы бы, наверное, увидели бы, ну, например, так, 1100 на улице Тольятти с транспарантами, плакатами. Вы их видели? Нет. И я нет. Поэтому, значит, ситуация была... Я бы не отказался посмотреть. Многие бы не отказались. Более того, таких желающих всегда достаточно. Но на самом деле ситуация была нормальная. Дело в том, что... Ну, просто вам маленький стрих, вот расскажу историю. Она, в общем, к финансам тоже имеет отношение. Когда, значит, была, в общем, нехитрая такая процедура, значит, либо если у вас не раскупается продукция, что и случилось, да, а люди работают, а ее производят, то два варианта есть у работодателя. Он либо увольняет людей, либо идет как-то, ищет какие-то возможности снижения издержек. Других вариантов нет. Значит, как можно снизить издержки на таком предприятии, если у вас 102 тысячи работающих? Наверное, вы начинаете думать. Если продукт не берут, значит, надо каким-то образом урезать зарплатную плату, либо увольнять персонал. Были собраны все люди, значит, собрались, значит, в большом зале, представители трудового коллектива профсоюза, и, естественно, стали обсуждать, как это делать. Вышел господин Комаров и сказал, что у нас вот такая вот ситуация. Очень просто. По нашему трудовому законодательству никто не может заставить человека получать меньшее деньги, если только сам он не захочет. Он должен написать такое заявление специальное, что он с этим согласен. Мечтаю обнищать. Ну, примерно так. Значит, или, значит, соответственно, можно так и не делать. На самом деле, закон это позволяет. Я вам скажу, что из 102 тысячи рабочих, они подумали, все. Не написали такое заявление только 27 человек. Значит, люди думали о сохранении своих рабочих мест, верили, видимо, каким-то уже перспективам того, что все-таки произойдет, и, в общем, доверяли предприятию и администрации предприятий, и акционерам, соответственно, главным. И, в общем, я полагаю, не ошиблись, потому что ни один человек не был уволен с предприятия. И все 102 тысячи остались? Нет, сейчас на сегодняшний день порядка 70 тысяч. Но, значит, надо заметить, что предприятие стало оплачивать корпоративные пенсии, и у нас ушло порядка 15,5 тысяч пенсионеров и предпенсионников. Далее было создано два дочерных предприятия, в которых были переведены наши сотрудники, у которых не было загрузки на основном производстве. Они стали заниматься как раз модернизационными мероприятиями на самом заводе. В общем, людям помогли в итоге. Ну, безусловно. И зарплата, и они получали такую же, как получали на основном производстве своем, и сохранили им все льготы. Игорь, в НТЦ сколько сейчас народу осталось? А? В НТЦ сколько народу? А в НТЦ на сегодняшний день порядка трех тысяч человек работает. А дизайнеры к НТЦ относятся? Дизайнеры относятся к НТЦ, к службе нашего вице-президента по техническому развитию, господина Шмелева. И надо сказать, что наш новый дизайнер Стив Матин, он, по сути, его подчиненный. На самом деле, он называется у нас директор по дизайну. Вот. У нас есть две студии дизайна. Основная в Тольятти. И не так давно мы открыли студию в Москве. Перерыв на новости и рекламу. Потом продолжим. Вы видите, сколь неоднозначно проходит встреча на Эльбе, поскольку из нас троих двое молчат. Игорь продолжает рассказывать о великолепной жизни рабочих на Автовазе, особенно тех, которые добровольно пошли на соседнее производство морковку сажать и развивать линию B0. Телефон студии 6510-996. У вас есть возможность наконец-то пообщаться с представителем Автоваза, тем более, что он по внешним связям. Целый директор Игорь Буренков. Вячеслав Ройнберг присутствует здесь и пытается задать вопрос, пока не получается, от имени всей своей фирмы консалтинговой Ройнберг и партнеры. И партнеры не очень. И Вячеслав как-то стушевался. Так вот, финансовые потоки здесь брызнули во все стороны. Мы пока не очень поняли, куда, но уже придавлены этим цунами. И все-таки, какая сумма долга была реструкализирована и сколько вернули? Ну, смотрите, значит, вернули мы не так много. Дело в том, что у нас есть наши акционеры, государственная корпорация Ростехнологии, через которую, собственно говоря, государственная помощь и оказывала. Причем, оказывала разными моментами. Циферки, циферками. Я же вам сказал, общее количество долга у нас было, так сказать, на тот период порядка 75 миллиардов. Вы получили кредит, и сколько-то должны были вернуть до сегодняшнего дня. Смотрите, еще раз говорю вам. Вы же мне не даете сказать, а напрасно. Я сейчас вам все расскажу. Значит, что касается возврата. Значит, часть долга, как я вам сказал, реструктурируема до 2032 года. Сколько? Следующий ответ. В деньгах сколько? Сколько вешаешь граммах? Часть наших непрофильных активов мы, значит, отдали в часть погашения долга от, значит, Госкорпорации Ростехнологии, которая на самом деле, по сути своей, и является от государства владелицами наших долгов. Вот так. Значит, часть денег, которые мы должны выплатить непосредственно там по телу кредита, которые там нашим банкам мы должны, мы тоже текстурировали, там в общей сложности, по-моему, на 10 лет, на 12, это уже более точные цифры, вам расскажет тот другой. Я еще раз подчеркну, я ведь не финансист. Я только знаю, что в целом на сегодняшний день наше предприятие выплачивает долг, как мы можем, при помощи наших непрофильных активов нашему главному акционеру Ростехнологиям, да, на сегодняшний момент. Часть долга нашего реструктурирована, а часть долга, соответственно, который у нас выплачен уже, ну, он исчисляется, если бы, чтобы точно вам, так сказать, не соврать, ну, порядка там, наверное, по-моему, вернулось где-то порядка там 7 миллиардов, наверное. Если в общей сложности, посчитать то, что мы на самом деле выплатили на сегодняшний момент. Это с 90... Это с 2009 года. 7 миллиардов, это превратилось в стране. Сейчас будет еще один заим. Почему? Ну, вот, кассируется. Вот в конце года, вот следующий этап владения, в конце года было создано СП, 100%, в котором... А почему, речь не подходит, какой заим? В интернете идет обсуждение, что еще... Ну, в интернете масса что идет, там говорят, что он был нежизнительный. Товарищ Медведев, как надзирающий за ВЭБом, одобрил сразу после создания СП выдачу 177 миллиардов рублей кредита СП голландскому, который называется тоже АТОВАЗ. Значит, вы говорите о следующем, о том, что есть план у ВЭБа по поводу финансирования нашей инвестиционной программы. На сегодняшний день есть положение, поскольку господин Медведев возглавляет наблюдательный совет ВЭБа, все вопросы, которые связаны с финансовыми решениями, они там обсуждаются. И он, как председатель этого совета, должен за ними следить. Но я вас уверяю, если вы внимательно эти сообщения прочитаете, вы увидите, что любое решение, связанное, да, даже вот когда сейчас банкмарк такой стоит на 40 миллиардов, на самом деле, вот все проекты, которые так или иначе в эти рамки будут укладываться, они все равно должны проходить все наблюдательные процедуры и утверждаться под каждую программу. Поэтому никаких вот таких золотых дождей не льется. Пусть утверждает сколько угодно. У нас в 2008 году мы продали... Но еще раз, я стережу, дай секундочку, я хочу заметить, что эти деньги только гипотетически могут быть выделены под определенные наши программы. Это очень хорошо. Да, просто их еще пока никому не выделили. СП, тому СП, который был создан в конце года. Смотрите, нет, значит, СП... Что произошло в конце? СП, друзья мои, СП, это структура, которая создана и которая в конечном итоге будет являться владельцем тех акций, которые, в конце концов, туда привнесут наши акционеры. На сегодняшний день нашими акционерами, как вы знаете, является Ростехнологии, является компания Рено и предполагается, что станет когда-нибудь Ниссан, процентное соотношение сейчас я не могу вам сказать, это надо у акционеров спрашивать, это не моя, так сказать, история, но я знаю, что они собираются приобрести, так сказать, и стать тоже нашими владельцами. И вот это СП в конечном итоге, через какой-то период времени, будет нашими акциями управлять, всеми. А в этом СП в равных пропорциональных долях будут представлены как представители Рено и Ниссана, так и наших акционеров Ростехнологий. И они там, уверяю вас, будут представлены так, чтобы решения, которые там будут приниматься по управлению предприятием, называемым на сегодняшний день АвтоВАЗ, они будут ни в коем разе идти ни в какими противоречиями, и никак не во вред ни нашему предприятию, ни тем людям, которые на нем работают, и ни те, в конце концов, люди, которые пользуются продукцией, выпускаемые на нашем заводе. — Ну, об этих людях говорить сейчас не будем. Так что произошло с этим СП? У нас есть завод, который потихонечку, 50% уходит к Рено и к Ниссану, и есть еще отдельное СП, которое является самостоятельной структурой. — Нет, секундочку. Это СП, оно создается для того, я уж не знаю, по какой причине, опять-таки это скорее лучше задать вопрос акционерам, но вероятно, есть там какие-то резоны, да, и в любом случае все эти вещи по управлению, ну, видимо, таким образом... — СП для управления? — Ну, конечно. — Ну, да, безусловно. — Акциями, не заводом? — Ну, конечно. — То есть это отдельная структура, которая займется только бумажками? — Абсолютно так. — То есть есть промокашки с определенной стоимостью, и они лежат в лукошке, и возле этого лукошка будет ходить четверо, Рено-Ниссан двухглавый, плюс, соответственно, Ростехнологии и некие те самые 25%. — Ну, не знаю, что за 25%, мне для них трудно отвечать. Еще раз говорю, Сереж, мы имитенты, в данном случае, давать оценки по поводу того, как там кто будет ходить, мне сложно. — И только говорят, что такое СП существует, созданное для управления нашими акциями. Впоследствии они там должны все оказаться. — А почему в Голландии зарегистрировано? — Я думаю, что это очень простое объяснение, потому что концерн Рено-Ниссан в Голландии штаб-квартиру имеет. Это просто, наверное, проще в какой-то степени. — Почему не в России? — Ну, я уж полагаю, опять-таки вопрос не ко мне, но, уверяю вас, если вы имеете в виду поход налогового обложения и всего остального, все это будет сделано так, чтобы Россия в нашей накладе не осталась. — А Каймановы острова, которые нам принадлежат во многом? — Ну, трудно сказать. Лично я про Каймановы острова мало что знаю, там ни разу не было. — Это вообще удобно, да? Вот есть СП, но мы про него ничего не знаем. — Нет, почему? Мы про него как раз все знаем. Я вам про него все сказал, Слав. Если вы хотите найти что-то такое темное, где его нет... — Познать. — Да, да. — Нет, просто цель. — Ну, цель... — Акционеры придумали, не знаю. — Ну, смотрите, они... — Кто-то придумал? Зачем-то? — Я полагаю, что эта цель очень простая. Она сделана исключительно для удобства технически, поскольку мы хотим участвовать в мировом разделении труда и в мировом автопроме, а концерт «Родина Ниссан» безусловно таковым является, то, соответственно, надо в этих институтах участвовать и играть по тем правилам, которые там приняты. Понимаете, ну, не пустили один раз в МАГМУ, другой раз не пустили в СААП. Ну, как-то хочется куда-то попасть, и это закономерно, потому что быть в изоляции... — А без СП не получится? — Потому что в изоляции находиться глупо. Ну, выбран такой путь. Серёж, я, например, считаю, что, наверное, есть резоны. Ещё раз повторюсь, если более подробно, значит, по этому поводу надо задать вопрос тем, кто являлся автором подобного мероприятия. Более того, когда у нас... — Корроза Гону. — Ну, можно и Гону, кстати. Он уже приезжал сюда. Вот когда подписание было, вот этих всех документов, у нас была большая пресс-конференция, мы на неё, кстати, всех приглашали. Были корреспонденты, они задавали вопросы. Видите, такой вопрос, почему он в Голландии? Как-то спросили. — Прозвучал вопрос. — Да, и ответ был такой, что так решили, потому что никакого там злого умысла нет. Всё открыто, в общем, все документы известны. Я уж не понимаю, Слав, что вы там видите в этой ситуации. — Не-не, просто интересно, почему? — Ну, я полагаю, вот моё предположение самое простое. Я думаю, что это исключительно из-за того, что саб-квартира находится в Голландии. Видимо, там просто проще по разным причинам, так сказать, это, может быть, было и организовать. Ну, я долго не думал. — Там сидит европейский Ниссан, то, что Рено сидит отнюдь не в Голландии. — Нет, это именно штаб-квартира Альянса. — Альянс. Штаб-квартира Ниссана, в принципе, находится в Голландии достаточно давно. — Ну, может, Ниссан там, я не знаю, я про Альянс больше знаю. — Давайте вернёмся сюда, это же долги. Ситуация какая. Если эти долги, которые у вас сейчас есть, они реструктуризируются, когда была последняя реструктуризация? — Да вот она не так давно была. В прошлом году было принято решение, до 32-го года всё это сделали. — То есть в прошлом году произошёл очередной невозврат и принято решение... — Нет, вы... — Реструктуризация... — Реструктуризация. — Пришли, мы не можем платить, давайте платить по-другому. — Вы странно, мы не в этом дело. Я же об этом вам сказал про китайцев. Да мы можем хоть сейчас всё заплатить, всех распустить, всё раздать и продать. Смысл-то в этом какой? Смысл-то в том, чтобы предприятие что-то из себя представляло, приносило в казну налоги и давало работу, и производило продукт. А вы рассуждаете, как такой, знаете, русский финансист. Мы сегодня 20 копеек заработали, и завтра хотим рубль с них получить. — Нет, я рассуждаю так, что когда мы их брали, мы предполагали их отдать. — Когда мы их брали, мы предполагали их отдать, и мы их отдадим. Но не предполагали отдать их завтра, понимаете? — Ну как-то в договоре было написано. — Ну дело в том, у вас мы ничего не брали, и вам ничего не отдавали. — Нет, вы берите государственного банка. — Не надо, подождите секундочку. — Мы государство берем, и государство уже отдаем. И вы же, почему-то вы как бы за государство так печетесь. Государство само такое решение приняло, выделить эти деньги для АвтоВАЗа. — Это руководство, которое мы наняли выборами, приняло это решение. — Я не знаю, что там вы нанимали, а лично я, так сказать, по-другому рассуждаю. Значит, я вам объясняю. — Не выбирал никого. — Еще раз вам объясняю. 25 миллиардов, которые были первоначально... Я бы, чтобы вы поняли, вы запишите, может быть, вы просто не понимаете. Вот объясняю вам. 25 миллиардов, они были выделены для того, чтобы рассчитаться с долгами поставщикам. Первое. Запомнили? — Которые организовались уже на 50% в месяц. — Нет, запомнили. — Вы запомнили? — Поставщикам первое. — Это я запомнили. — Второе. Часть вторая. Долг банкам, которые нужно было тогда, для того, чтобы предприятие могло дать что-то. Запомнили? Вторая часть. Так, третья часть осталась небольшая для оперативной действительности предприятия. Заработные платы, необходимые платежи. 25 миллиардов. Запомнили? — Да. — Дальше была создана антикризисная программа. Помните, я говорю, да? Первая. Она была создана для того, чтобы, в частности, одна из проблем была реструктуризация долга уже существующего. Вот она для этого была создана. Для оптимизации численности персонала. — А когда была создана программа? — В 2009 году она была создана. — А реструктуризация получилась в 2012? — Нет. Вы подождите. Реструктурация долга, долг и был у предприятия. Ведь уже я уже объяснял, что я же вам проговорил про 25. — Я понимаю. — Но нет, вы не понимаете. И вот после того, как программа эта была запущена, далее была поставлена задача создать план развития автоваза до 2020 года. И это было условием, эта программа была условием для дальнейших, для дальнейших денежных потоков, которые стали приходить на автоваз. — В течение 2009-го стояла задача реструктуризовать долг в 2012-м, имеющийся в 2009-м. — Вы еще раз слушайте меня внимательно, либо не слушайте. Тогда, значит, в 2009-м году, когда начался кризис, появилась команда на автовазе новая, которая создала антикризисную программу. — Задача кинуть была сразу. — Слав, я перевожу на русский язык. — Ну, я не знаю, тут кого из вас скинули. — Обоих, мы оба граждане. — Ну, видимо, граждане, но просто либо вы как-то изначально думаете, что вас скинули, что мне очень жаль. Тогда вы ищите проблему в себе. А я вам объясняю проблему в другом. — Кого киндали, кто-то ищет проблему. — Ну, не знаю. — На момент, когда принимали программу антикризисную, был долг. — Ну, естественно, он был. Поэтому и была ситуация реструктуризации. Только вы поймите, что долг, которому вы пытаетесь как-то привязаться, он не был сделан как бы специально для того, чтобы его погасить. 25 миллиардов, которые были выданы первоначально, они покрыли текущие проценты по этому долгу. Понимаете? — Понимаем. — И спасли предприятия от банкротства. — Безусловно. А дальше, для того, чтобы вся остальная ситуация долговая не была так сильной и так висела, уже и пришли. Были договоры с банками и с Бербанком, в частности, да, о том, что нам нужен этот долг. Реструктурировать. Его и реструктурировали. Но к этому прибавились другие деньги, которые нам стало государство снова выдавать по ту программу развития до 2020 года, которая была создана. Вот поэтому я объясняю, что множественная ситуация. А вы пытаетесь все свалить как-то в одну кучу. А в одну кучу валить не нужно. Это несъедобная еда, получается. И неразбериха в голове. Поэтому для того, чтобы... — Реструктуризация — это кидало, проще говоря. — Сидят граждане и предполагают, что... — Граждане бы предполагать могут совершенно свободно. Понимаете, если бы они видели, что ничего не делается на предприятии, там продолжается, предположим, какая-нибудь неприятная история. — А там кипит работа. — А там задолженность растет. — Да. — И работа кипит. — Задолженность не растет. — Не растет. — Зря говорите. — И структуризация позволяет ей не расти. — Ну, естественно, и правильно. — Слава богу, не растет. — И я более того вам скажу, что это прекрасное решение, потому что это позволяет предприятию развиваться на собственные средства. Которые на самом деле, да, в противном случае, от него бы занимались и возвращались бы банкам, понимаете? Но к банке тоже не идиотики. — Ну, вообще, на заемные средства, на самом деле. — На заемные, а не на собственные. Мы сейчас придемся еще раз на рекламу. — Ну, это напрасно. Еще раз объясняю, что у нас пиволь-то есть. — Новости. — Мы продолжаем разбирать неразбираемое и понимать непостижимое. Для того, чтобы ситуация стала окончательно непонятной и невнятной, нас целых три человека. В одиночку обычно проще удается достичь какого-то понимания истины. Игорь Буренков, директор по внешним связям АвтоВАЗа. Вячеслав Ройнберг, владелец консалтинговой компании «Ройнберг и партнеры». Мы пытаемся посчитать деньги АвтоВАЗа, нам это не удается, потому что АвтоВАЗ реструктуризирует свои проблемы перед государством. После этого в белых одеждах продолжает развиваться. Картина ускользающая. — Да ничего, она не ускользающая. Еще раз, ну поймите, друзья мои, вы же просто пытаетесь каким-то образом найти то, чего нет. Потому что первый раз государство выделило 25 миллиардов, это было в 2009 году. А до этого никаких кредитов умопрочительных никому никогда не выделялось от этого предприятия несчастного. — Это, кстати, важный момент. — Оно, кстати, было донором всегда, потому что... — Прости, Игорь, погоди хвастаться, погоди. Вся страна уверена, что при каждом генеральном секретаре, при каждом президенте страны АвтоВАЗ в обязательном порядке получал деньги. — Это неправда абсолютно. — Вот расскажи, пожалуйста. — То есть АвтоВАЗ денег от государства не получал ни разу? — Значит, Сереж, я тебе скажу следующее. — Напрямую или косвенно? — Значит, да никак, я тебе скажу следующее. Единственный раз деньги были выданы господином Горбачевым, когда строился НТЦ АвтоВАЗ. Он туда приехал, посмотрев-то эти, тогда была такая история, хотелось построить автомобиль такой, был даже такой проект, такой, который будет по международным стандартам самый высокий и так далее. Ну, там много чего хотелось. — Трактор догнать и перегнать. — Да, был такой. — Но, тем не менее, значит, вот НТЦ заложили, в первую очередь построили. Надо сказать, что научно-технический центр АвтоВАЗ один из лучших в Европе. — Это я заметил. — Очень много заказов, кстати, от наших иностранных партнеров мы там делаем, не только для Рену и Ниссана, вот, это серьёзная тема. Тем не менее, вторая очередь и третья уже достраивалась на деньги АвтоВАЗа самого, потому что предприятие всегда было прибыльным. А поскольку продавались... — Всегда, когда закончилось, всегда, в каком году? — Ну, вот как раз первый раз такая ситуация случилась. — В девятом году. — Именно тогда. — То есть до и в первый кризис 1998-го государства не финансировало предприятие, а оставалось прибыльным? Оно было прибыльным все эти годы, и только в 2009-м году, впервые в истории АвтоВАЗа, оно стало не платежеспособным. — Проблемы, друзья мои, возникали периодически, наверное, всегда. Мне сложно тут сказать более точно с цифрами. Это вот у вас финансисты есть, пусть они помогут, если они это знают. Но я вам скажу, что машины продавались всегда. И спрос на них был всегда. А деньги, соответственно, тоже были всегда. Если у вас существует сбыт, а он существовал. А вот другое дело... — Так, логическая посылка, да? — Ну, это не логическая посылка. — Если есть сбыл, то, скорее всего, есть прибыль. — Ну, естественно, она и была. И это позволяло, на самом деле, довольно безбедно существовать и почивать на лаврах. Вот тот процесс, который был вынужденно запущен в кризис 2008-2009 года... — Это лавры кончились. — ...по обновлению предприятия, ну, просто дошло до ручки. Понимаете, все рано или поздно изнашивается. Не может продолжаться бесконечно долго. Это, в конце концов, ну, на все нужно платить. — Просто гайковерты заржавели, вот и все. — Да, и более того, стало ясно, что во многом, да, что неактуальны уже и модели, пора прощаться с классикой, что и было сделано. Надо переходить к новому модельному ряду, что и произошло. Знаете, с такими темпами, с такими темпами, автоваз не развивался очень давно. Чтобы за два года получить две новые модели на конвейере, ну, это вообще дорогого стоит. И еще начал выпускать Ниссан. — Ну, после Олимпиады такое было, потому что пятерка, а потом совершенно новая машина-семерка пришла. — В 80-м году. — Фантастически новая. — Это, я просто напоминаю, в прошлом веке, в 80-м году. — Такие темпы были, да? — Ну, прекрасно. — А трешку и шестерку ставили? — Ну, у некоторых компаний такие этапы происходили не к Олимпиаде, а практически каждые два года, понимаете? — У автоваза такого не было. — Да, ну, вот автоваз такой. А сейчас такое случилось. Поэтому рано или поздно все меняется. И, возвращаясь к вопросам финансов, значит, сейчас предприятие гораздо лучше себя чувствует, чем оно чувствовало себя, во-первых, конечно, на период кризиса. — А во-вторых, еще раз повторюсь, если кто-то считает, что, значит, вот эти долги должны быть немедленно возвращены, потому что кому-то так удобно. Ну, уверяю вас, в общем, эта позиция, мягко говоря, ну, на мой взгляд, просто нет, она не длинновидная. А она патриотична, это не то обсуждение, я почти не понимаю этого слова, для меня, ну, загадочно. — Это для УАЗа, у них есть модель патриотов. Вот, ну, может быть, что там у кого есть, сложно судить. — Хочется слышать цифру, а не вернуть. — В Индии тоже и газета патриотов есть. — Так, еще раз про цифру. — Вот. — Слав, пока, погоди. — А какой цифр? — Долгов, динамика. Они увеличиваются, они уменьшаются. Или увеличиваются, потому что мы развиваемся. — Объясняем вас. Долги не увеличиваются, потому что долгов больше нет. Первый раз, когда заплатили, они только уменьшаются. Но они могли бы уменьшаться больше. — Их нету, и они уменьшаются. — Значит, они могли бы уменьшаться больше, если бы не было реструктуризации долга, которая произведена. — Уменьшаются. — На сегодняшний день. — Оглушительно. — На сегодняшний день долги существуют, они есть. Часть этого долга реструктурирована, как я сказал. Часть долгов гасится по мере поступлений и возможностей автоваза. Вот и все. Что тут не ясного? — То есть погашение происходит, задолженность уменьшается. — Но новых долгов нет, потому что они на сегодняшний день не нужны, поскольку предприятия... — Прибыльное. — ...само способны финансировать свою сегодняшнюю жизнь и свою инвестиционную программу. Более того, банки, в частности, о которых мы с вами тут выше говорили, готовы давать нам кредиты свои... — Куда бы они делись. — ...для того, чтобы мы могли, если нам это понадобится, тратить это на нашу инвестиционную программу. Такие варианты рассматриваются, пока нам это не надо, потому что существует собственное средство, которое позволяет это сделать. Вот и все. — Да, ну, Дмитрий Анатольевич, он как раз специально приглядывает за вебом для того, чтобы эта инвестиционная привлекательность была всегда действительно на очень высоком уровне. — Ну, это просто нормально. Нет, они все приглядывают, и это их работа, на мой взгляд, приглядывать. — Это задача Автовазу, наконец-то, дать денег, потому что впервые в истории Автоваза денег ему дали в 2009-м, до этого он никогда в государственный карман не залазил. И вот сейчас есть возможность еще разок попытаться уже государству заработать на Автовазе, потому что Автоваз — это всегда стабильное прибыльное предприятие, которое денег не берет, один раз взяло. Вот сейчас есть желание у государства еще разок дать немножко денег, чтобы надо заработать. — Нет, это желание, Сережа. — Ну, возможность такая есть. — Нет, дело в том, что это же банк, банк дает на определенных условиях деньги, а не просто так. — Условия пока невнятные, но... — Нет, условия как раз очень внятные. Там есть определенные проценты, определенные условия выдачи этого кредита. Для этого существует наблюдательный совет. Вот когда такая необходимость появится, программа эта должна будет утверждена быть снова, и после этого, возможно, деньги будут выделены, если они понадобятся. Еще раз говорю, это сейчас просто такое намерение, что, в принципе, это может случиться. — На развитие. — На что угодно. — Нет, не на что угодно, а конкретно на работу. Вот это может быть... — Нет, нет, на текущую деятельность или на развитие? — Текундочку, я же вам сказал, на инвестиционную программу, ребят, либо... — Все, на развитие. — Нет, это вы, так сказать, напрасно, со мной такие штучки не проходят. Вячеслав как раз переводчик, он перевел на русский язык, на развитие. — Не надо, я сказал сам, где инвестиционные наши программы. Инвестиции у нас идут в производство, больше никуда не идут. В общем-то, может, кому-то хотелось бы по-другому это представить, но не получается. Вот, это так и есть. Поэтому, еще раз повторяю, намерение такое существует. Если такая необходимость будет, нужно будет эту программу все равно еще раз утвердить, показать и открыто ее всем представить. Это неизбежный процесс. Сегодняшнее руководство предприятия выступает за открытость не только в области коммуникаций, но и в области финансов. Поэтому вся наша документация открыто висит на нашем сайте. Заходите, посмотрите, там вся отчетность висит, представлена. Нравится это кому-то, нет, это тоже там все видно. А то, что касается того, что на самом деле путь, может быть, кому-то кажется, что можно сделать иначе, по-другому. Ну, сколько людей, столько и мнений, это, в общем, нормальное явление. — А сколько раз Автоваз выплачивал дивиденты? — Вот за то время, пока я работаю на предприятии, я работаю на 2009 году, меня как раз пригласил Игорь Анатольевич, когда стал президентом, такой ситуации не было. Было принято решение, поскольку государству мы должны, а мы должны, значит, дивиденды никакие не получаются. Вот и все. А как там было раньше, сложно судить, это надо посмотреть по истории. — Я могу вспомнить, что как владелец этих акций, совсем чуть-чуть, два раза мне приходило письмо поехать получить. — В Тольятти? — На почту. — Получили? — Нет, долго очень. — Немного было. — Ну, однако же. — У тебя бухгалтерские вопросы еще есть? — Нет, все понятно. — Несколько вопросов по качеству. Наконец-то появился директор по качеству на Автовазе. На смену Паскалю Фильтену пришел Лоран Фуфана. И это очень хорошая игра слов, как раз туфтой занимается Фуфан. Это моя журналистская точка зрения, оценочная категория. Вопрос в другом. — Как только на смену Фильтену пришел Лоран Фуфана, началась русификация, которая говорит о том, что действительно в Россию влюбляются сразу, потому что русская тройка разлит на троих. И тут же все показатели результативности стали кратны трем. В три раза сократилось количество обращений по браку, в три раза увеличилось качество автомобилей. Я так понимаю, что это просто заложенная динамика благодаря тому, что действительно специалисты пришли. Но вот потому, как, например, мой сосед со своей Грантой не ездит и ремонтирует, видимо, он не попал бы в эти три раза. — Сереж, я могу только одну сказать. — Как что растет? — Как с первой веселиться и не грустить от разных бед? У Сережи есть сосед с Грантой. Это замечательно. Лично меня это радует. А что у него с машиной есть проблемы? Ну, бывает. Это у каждого может быть. Я знаю несколько людей с другими машинами, с другими марками. — У меня с моей нет. — У тебя свои, а у других бывает. Поэтому в каждом случае нужно отдельно рассмотреть, что он там чинит. У нас есть прямая линия. Он может туда позвонить. Если у него такие непреодолимые сложности. 8-800-200-52-32. Набирает, спрашивает. — Его не лечат по телефону. — Да, его не лечат по телефону. Просто разбирайтесь. Проблем непреодолимые, которые он сам не может решить в нашем автономе. — О программе качества. — Значит, существует программа качества. Существует директор по качеству. Директор по качеству регулярно отчитывается о проделанной работе. — Ну, конечно. И, соответственно, я получаю эти пресс-релизы, там написано, что в три раза лучше, в три раза хуже стало. Вот это кратный стрём — это чистое совпадение. На самом деле там кипит работа. И у этой работы есть какой-то предел? — Сережа, ты, наверное, не поверишь, но работа кипит. А более того, значит, ситуация связана с тем, что идет глобальное изменение всего процесса производства. Естественно, весь процесс производства, это, конечно же, сказывается и на качестве. Потому что модели, которые, ну, скажем так, морально были устаревшие, в частности, классика, вот наша, сейчас у нас «Самара» осталась, последний звукек «Кан» в этом году, мы надеемся, не попрощаться. Идет, в общем, глобальная замена модельного ряда. — И комплектующих, соответственно. — Гранта в этом смысле. Нет, комплектующих не так быстро, как нам хотелось бы, потому что при всем при том, задача стоит не заменить российских поставщиков на зарубежных, а дело так, чтобы российские поставщики соответствовали качеству зарубежных. — Тогда мы же инвестируем в них. — Поэтому создается, но это уже задача другого ряда и не наша. — Не ваша. — Потому что, да, потому что у каждого этого поставщика есть свои владельцы, они, в общем, должны этим заниматься более серьезно. Вот, они и занимаются, кстати. И вот, что касается качества непосредственно, естественно, нам есть куда в этом вопросе двигаться. — Я заметил. — Мы слепые, да, и, в общем, мы хорошо это знаем и понимаем. Но стараемся просто сделать за три года то, что не делалось десятилетиями до этого. — Довольно трудно. — Игорь, уточню вопрос. — Уточню вопрос. Что именно улучшилось в три раза, если этот вопрос адресовываем партнёрам, а не автовазу? — Мы можем судить по количеству обращений. Вот и правильно сказал господин Фафана, и, собственно, это не тайно для кого, что количество обращений по гарантийным обязательствам у нас снижается. — Снижается, может, не так рьяно, как нам хотелось бы, но это один из показателей роста качества автомобиля. — Но без жёлтых калин ни одна не сломалась. — Их всего три было, которые те ехали. Не сломалась ни одна, потому что ехала только одна. Две остальные ехали совершенно не своим ходом. А на трейлере, в общем, это было требование ФСБ. На самом деле здесь... — Так улучшение качества сейчас происходит на каком этапе? — Но если мы об этих калинах говорим, то одна из них стоит в музее. Вот приедешь к нему, Виталий, я тебе с удовольствием покажу. Музей автоваза, там с подписью Путина она стоит. — Я давно не видел подпись Путина. — Посмотри, она у нас в музее. Вот, и дальше, значит, что касается роста качества, да, безусловно, это и есть. Но также существует и проблема. — А как считается? — Считается по тем методикам... — По количеству обращений. — Нет. — Считается по тем методикам, которые на сегодняшний момент у нас существуют на Альянсе и Ронисан. Мы все больше и больше вливаемся в систему Альянса, и таким образом, естественно, наши все... — Комплектующие от поставщиков, а качество от автоваза. Комплектующие мы идем к единой панели поставщиков, и тем не менее, на сегодняшний день наши модели по качеству, конечно, еще отличаются от аналогов наших партнеров. — Последний секунд манча Игорь Буренков, Вячеслав Ройнберг. — Отличаются, но растут наши показатели. — Хороших выходных всем.